добрый день приветствуем вас на канале интернет магазина энергомаг меня зовут александр я предлагаю новые видео на тему отопление дома данное видео мы снимаем в ответ на вопрос пользователя ютуба сергея школьного где он написал что хотелось бы узнать об основании о преимуществах и недостатках разных систем отопления соответственно мы решили снять серию роликов о разных системах отопления ну и в конце снять ролик который уже будет сравнительный между этими системами также в начале видео я хочу поблагодарить наших подписчиков которые остаются с нами и помогают развивать наш канал огромное спасибо для данного видео подготовили рисунок на котором нарисовали условный дом и данное видео это электроотопление которому подведена линия электропередач и давайте рассмотрим что необходимо для того чтобы если у вас есть дом дом мы взяли условный где-то до 100 квадрат 80 квадрат для того чтобы его отапливать с помощью электричества для этого необходимо понятно сам котел электрический мы не рассматриваем варианты электрокотла потому что они есть разные дешевые дорогие этого уже оставляем для вас вы сами для себя выберете производителя после того как вы выбрали соответственно площади вашего дома котел и хотите заключить договор зачем вам заключать по новому договор потому что в украине это действует повторюсь в украине есть возможность платить за электроэнергию намного дешевле если вы используете электричество для отопления ну насколько дешевле но дешевле если вот смотрите два графика я изобразил первый график это зима нарисовал снежинку в период с 1 октября до 30 апреля это отопительный сезон тариф по электроотоплению если потребление вашего дома составляет менее 3000 киловатт он будет 90 копеек за киловатт все что более 3000 киловатт гривна 68 в период летний когда нет отопления ну это стандартная схема которая действует сейчас в украине тарифа 90 копеек стоит электроэнергия до 100 киловатт при потреблении и более 100 киловатт гривна 68 то есть зимой вы можете платить намного дешевле и вы платите круглосуточно получаете электроэнергию по 90 копеек круглосуточно то есть можете использовать к примеру включать стиральную машину бойлер еще что то если у вас потребление будет менее 3000 киловатт ну а теперь что давайте рассмотрим что необходимо нужен проект электроснабжения вот вы пришли в РЭС вам говорят для того чтобы подключить вас по новому тарифу нужно проект проект на сегодняшний день а сегодняшний день это 2018 год где-то стоит 2000 гривен то есть вам нужно обратиться в проектную организацию либо наша компания тоже предлагает такую услугу мы можем сделать этот проект далее заземление обязательно должно быть заземление электрокотла заземление для дома в среднем какая стоимость заземление для дома вы можете посмотреть ссылки к описанию к данному ролику и от чего она зависит в среднем три с половиной тысячи гривен это если брать эконом вариант оцинкованное заземление далее договор нужно перезаключить ну и как еще можно сэкономить это если вы вот вы видите здесь изображен счетчик электрический если вы установите двухзонный счетчик то есть что такое двухзонный счетчик и как экономить можно на горячей воде в квартире тоже есть ссылка на видео в описании электроэнергия у вас будет учитываться которая будет потребляться с 23 00 до 7 утра не по 90 копеек а по 45 копеек то есть еще дешевле такой счетчик комплексная услуга это счетчик поверка параметризация замена в рессе либо в облэнерго в среднем стоит тоже где-то три с половиной тысячи гривен но вы даже за сезон окупите эти затраты потому что вы будете платить меньше в два раза ну в принципе вот основные такие моменты ну какое преимущество электроотопления это то что есть вы дома нет дома котел работает вы задали температуру желаемую теплоносителя и он обогревает вашу квартиру или дом какие недостатки если исчезла электроэнергия соответственно ваш дом остался холодный и если зима такая когда навалило снега если вы живете за городом не факт что вам очень быстро возобновят электроснабжение соответственно нужно иметь какой-то источник тепла резервный потому что покупать генератор под мощность котла если это 7-10 это тоже довольно недешево это недостаток ну еще хочу что на на что обратить внимание что вот эти тарифы они действуют как для домов так и для квартир то есть если вы хотите в квартире установить электроотопление это тоже можно сделать ну если остались вопросы задавайте в комментариях данному видео если видео понравилось ставьте лайки если еще не подписаны рекомендую подписаться на наш канал мы регулярно предлагаем новые ролики на тему электроснабжения энерго снабжения альтернативная энергетика твердотопливные котлы электромонтажные работы молния защита заземления поэтому рекомендую подпишитесь будете всегда в курсе всех новинок всего хорошего